Знакомьтесь, вот это кустик рододендрона плотного. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то возможно уже узнали его. А если не смотрели, то посмотрите в ссылке в описании к этому видео, они и все есть. Для того, чтобы у вас рододендрон плотный цвел такой плотной подушкой, необходимо знать пару секретиков. И я вам про них сейчас расскажу. Итак, секрет номер один. Рододендрон плотный необходимо формировать. Если этого не делать, то из плотного он превратится у вас в рыхлый. Тогда плотные шапки цветов вам не видать. Поэтому я его формирую в виде такой подушки плотной. Побег к побегу, почка к почке, цветок к цветку. Видите вот эту дыру в подушке? Побеги находятся слишком далеко друг от друга. И плотного ковра цветов у нас не получится, потому что здесь дыра. Чтобы эту дыру убрать, нам нужно побеги подтянуть друг к другу, для того, чтобы они эту дыру закрыли. И зафиксировать их веревкой. Это самый простой способ формировки, который я использую. Чтобы веревка не порезала молодые, еще не одревесневшие побеги, я использую свободную петлю, которая не сильно затягивает их, не врезается в побеги. Первый секрет я вам рассказал, и время переходить ко второму. С ним все гораздо проще. Семенные коробочки, которые остаются на рододендроне после цветения, необходимо удалять. Если этого не делать, то рододендрон будет тратить все свои силы не на закладку цветочных почек, а на семена, на питание семян. Поэтому мы их удаляем. Либо отламываем, они отламываются, либо обрезаем ножницами. Маникюрными, пока жена не видит. Кстати, если вы пользуетесь инструментом, секатором или ножницами, его необходимо дезинфицировать. Я делаю это либо в кипятке, либо протираю спиртом. Если побеги сильно выступают за пределы моей формы, подушковидной, ну вот этот, например, то я этот побег прищипываю, либо подрезаю. Ну и при условии, что я его не могу никуда не отогнуть, ни вправо, ни влево. Прищипывать очень просто. Для этого достаточно взять ногтями и отрезать точку роста. Вот так вот. При этом, если у вас отщипнется один или два листа, ничего страшного не произойдет. Побег остановит свой рост. Можно было, кстати, прищипнуть его еще ниже. И по бокам у него будут закладываться цветочные почки вот здесь вот, на месте вот этих вот листьев, из которых в следующем году появятся цветы. Прищипывать лучше после цветения в июне месяц. И прищипка это прям вот прекрасный вариант для тех, кто боится работать секатором. К сожалению, прищипка не всегда спасает. Видите, вот эти вот ростовые побеги в самом центре куста. Они здорово вылезают уже за пределы. Вот этот вот еще можно прищипнуть. Сейчас я его прищипну. Он еще в пределах нормы. А вот эти вот побеги мы будем сейчас подрезать. Причем подрезаю таким образом, чтобы осталась вот одна почка. Видно, да? Вот эту почку я оставляю, а срезаю только сверху, чтобы из этой почки пошел у нас новый побег. Вот так вот. Оставляю вот эту вот почку. Ну и пусть вот эта останется. А то, что выше, убираю. И здесь то же самое. Две почки оставляю, остальное убираю. Подрезали два. Идем дальше. Следующий побег смотрим. Так, почка остается. Остальное отрезаем. Отрезали раз. Почку оставили. Остальное отрезаем. Два. Отрезали трист. Ну и вот этот побег у меня остается. Он уже одревесневший. Ни вправо, ни влево он у меня никуда не гнется. Поэтому я его могу только отрезать. Ну, побольше почек оставлю вот так вот. Вот так сделаем. Вот здесь бы хотелось бы оставить вот эти ветки. Но никак это уже не получится сделать. Буду его резать весь. Внизу достаточно почек. На следующий год они прекрасно отрастут у меня. Вот, более-менее форма теперь стала видна. Кстати, здесь много желтых листьев у меня появляется. Это нормально, не стоит этого пугаться. Это прошлогодние листья. Которые еще попали под солнышко подзимнее. Подгорели немножко. Но стойко выдержали несколько летних месяцев. А сейчас уже они, вот, например, опадают. В июне месяце я пробовал вот эти коробочки руками оторвать. Они не отрывались. А сейчас очень легко происходит отрыв. Достаточно к ним прикоснуться. И они отваливаются. Ножницами, конечно, все это долго делать. Руками намного проще. Итак, пришло время подвести итоги. Так, что же мы сделали? Первое. Я убрал огромную дыру в кусте, просто притянув ветки друг к другу веревкой. Второе. Прищипнул побеги ростовые для того, чтобы они образовывали, закладывали цветочные почки для цветения в следующем году. Подрезал секатором побеги, которые выходили за пределы шапки моей подушковидной формы, которую я уже не мог никуда деть, не пригнуть их, ничего с ними сделать. Это третье у нас. Четвертое. Убрал сухие соцветия с рододендрона. И пятое. Освободил его от семян, от семенных коробочек, на которые рододендр он тратит огромные силы. И теперь вместо этого он будет тратить все силы на цветение, которое мы увидим в мае следующего 2022 года. И вот так выглядит куст рододендрона плотного после формировки. Ну, прям заметно помолодел. Видите? Куст стал прям воздушным. Я убрал все загущения, которые были. Теперь свободно проходит и свет, и воздух. Каждый лист получает все, что ему нужно. И рододендрон прям преобразился. И форма стала заметна. Прям такая подушка. Подушковидная подушка. Надеюсь, и так же компактно он будет у меня и плотно цвести в следующем году. На этом у меня все. Ох, вот здесь заметил. Не везде убрал. Вот, видите, еще здесь остались семена. Вот здесь нужно будет еще поработать. А у меня все на этом. Жду ваших вопросов в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, где я буду готовить рододендрон свой к зимовке. Да-да, уже сейчас пора этим заниматься. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok